Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Prime World Defenders и у нас на очереди 14 миссия под названием Дворец Магусара. А вы не ослышались, именно продолжаем. Дело в том, что эту игрушку я играл какое-то время назад и одним из главных причин, почему я прекратил, как раз стала 14 миссия. Очень тяжелая, не столько даже тяжелая, сколько требует нового вооружения плюс прокачанного. К счастью, у меня это все есть благодаря прохождению бонусных миссий. Там я копил деньги и на них покупал артефакты, плюс ко всему там иногда попадались звезды, наиболее ценный ресурс, за который я приобретал новое вооружение, покупал наиболее редкие артефакты, которые помогали прокачивать все вооружения. По оружию у нас сейчас есть в наличии 7 башен, на самом деле их намного больше, но в каждой миссии есть лимит, 7 башен и больше мы брать не можем. Итак, слева направо у нас первая башня, это башня огня, она эффективна против наземных, так и воздушных целей. 165 монет, это даже не монеты, это такие вот капли, которые мы получаем за ликвидацию противников. Следующее оружие у нас галбица, ее у нас нет в наличии пока, то есть мы ее не, скажем так, установили и сделаем это чуть позже. Далее у нас идет холодная башня, мы ее только что выставили напротив первого моста и она замедляет ход противника, возле нее стоит следующая башня проклятия, она делает броню противников уязвимой очень и стоит возле такого вот скалы. Далее у нас идет молния, это редкая башня, стоит напротив, возле двух мостов и хорошо ликвидирует как летающих, так и сухопутных противников. Следующая у нас башня, это детектор, позволяет обнаружить невидимых врагов. И последняя башня, распылитель, помогает ликвидировать большое количество врагов вокруг себя. Вот значит башня, распылитель, потом первая башня, о которой я говорил огненно и молния относится к редким башням. Мы сейчас поставили как раз за мостом гаубицу, гаубица у нас самая дальнобойная по радиусу и урон самый у нее большой. Мы ее поставили на аномалию, еще у нас есть одна аномалия, мы на нее тоже поставим пушку, это такая вот крутящаяся маска. Она позволяет увеличить интенсивность огня. Первая аномалия позволила увеличить радиус оружия. У нас пушка фактически стала покрывать все поле. Игра на самом деле очень такая долгоиграющая, и она вынуждает игроков покупать за реальные деньги и оружие и артефакты, потому что на самом деле все это копить очень долго, и наверное я бы уже давно бросил прохождение. Но так как начал делать обзоры, надо все это доводить до конца. А сейчас у нас образовался такой прорыв, противник прошел нашу линию обороны и уже стал вне зоны досягаемости. Мы их прошляпили. Кстати, из-за них я по сути и проигрывал миссию. Это такие как лекари, они дают жизни другим, ну и сами себе тоже добавляют жизни. Очень их тяжело убрать. Но я думаю, что с дальнейшим прокачиванием, думаю, что и их мы уберем. Каждую башню можно усовершенствовать по ходу игры. Для этого надо делать постоянные эволюции вне уже миссии. Для того, чтобы можно, скажем так, для того, чтобы они наносили урон как можно больше. Мы сейчас проходим эту миссию, к сожалению, на одну звезду. И на этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.